Пандемия бизнесу не помеха. Это было доказано казахстанским предприятием по производству аккумуляторов Кайнар АКБ. Талдыкурганский градообразующий завод смог не только выстоять, но и нарастить возможности, увеличив объемы производства. В октябре 2020 года кайнаровцы даже установили новый рекорд, произведя треть миллиона батарей за один месяц. За этот непростой год на заводе произвели 2 миллиона 600 тысяч штук аккумуляторов, что на 100 тысяч штук выше объема аналогичного периода предыдущего года. Руководством предприятия были найдены альтернативные варианты по поставщикам и транспортировке. Из-за закрытия границ завод оперативно переориентировал поставки на внутренний рынок, благодаря чему его доля на нем выросла до 80%. В октябре месяце мы дали 341 тысячи аккумуляторов, выдали, произвели. Такое количество аккумуляторов в истории завода с 75-го года, то есть за 45 лет никогда не выдавали. Достижение рекордного выпуска – это труд не одного дня. Скрупулезный подход руководства завода к производству, правильная организация деятельности предприятия, создание сильной команды сотрудников и многое другое вкупе могли дать такие успехи. Проводили, понимая, что на рынке победы только за качеством и ценами. Мы, чтобы улучшить качество, не довольствовали своими знаниями технологии производства. Мы привлекли опытные консалтинги, такие дорогие консалтинги, как японский консалтинг, американский консалтинг, немецкий консалтинг, южнокорейский консалтинг, которые нам помогли стабилизировать качество батареи, улучшить дизайн, то есть покупательская способность батареи увеличилась. Второе – это нельзя отрицать того, что Казахстан является одним из больших производителей свинца. И если, например, в Европе свинец стоит, дорога в Европу стоит от 50 до 200 долларов, то у нас обходится максимум 10 долларов. Вот эта логистика тоже нам помогла. Это одна из многих составляющих, я не могу просто ее не отметить. Государство нам помогало очень много по всем направлениям, по всем инструментам. Пять инструментов было вначале, мы все использовали. Государство понимало, что переработка отечественного сырья в материалу, емкую продукцию дает намного больше для страны, чем экспорт самой только просто сырья. Если, например, Казахстан вырабатывает порядка 140 тысяч тонн свинца, за него при продаже можно получить 300 миллионов долларов, то если из него сделать аккумулятор, то средняя цена аккумулятора тоже может колебаться. Можно получить где-то миллиард 200 миллионов тенге. Наряду с производством аккумуляторных батареек «Айнар» является единственным в Казахстане предприятием, которое может проводить экологически безопасную переработку использованных аккумуляторов с разделением их на компоненты свинец и пластмассу для повторного использования. Новая экологичная линия, установленная на заводе, позволила не только использовать старые аккумуляторы при выпуске новой, но еще и сыграла свою роль и в улучшении производственной мощности. Модели корпусов аккумуляторов начали изготавливаться из вторичного сырья. Для этого установлено самое современное оборудование итальянского производства «Инжитек», которое позволяет перерабатывать сырье с полной нейтрализацией электролита при помощи производственного очистного сооружения. Таким образом, новая технологическая линия сократила негативные воздействия на окружающую среду. А благодаря использованию вторичного сырья компания дополнительно снизила расходы на закуп свинца. На сегодняшний день объем производства аккумуляторов составляет 2,5 миллиона, то, что мы делаем. С помощью этой линии мы увеличим где-то до 3,3 миллиона батареек в год. Отличие этой новой линии от существующих в том, что она больше всего автоматизирована. Все процессы, которые на ней есть, они завязаны на автоматике. То есть человеческий фактор там фактически отсутствует. И все операции делаются в автоматическом режиме. Человек просто стоит и контролирует эту автоматическую работу. По словам генерального директора, модернизация предприятия стала возможной благодаря финансовой поддержке товарищества «РОП». От такого оператора завод «Кайнар» получает компенсационные выплаты за сбор, переработку и утилизацию отработанных аккумуляторов. За 4 года выплаты составили более 4 миллиардов тенге. Мы, как Международный центр зеленой технологии, максимально оказываем содействие и приветствуем создание производства такого рода заводов. «Кайнар АКБ» один из первых применяет зеленые технологии, тем самым не просто оптимизируя свои расходы, но тем самым он и уменьшает себестоимость. Также самая главная, основная цель, что идет именно защита экологии. То есть, так скажем, руководство активно думает о будущем Казахстана, начиная от снижения выбросов как в атмосферу, так и почву, так и в воду. То есть, все три основных компонента «Кайнар АКБ» на своем производстве снижает именно загрязнение, тем самым улучшает экологию и применяет зеленые лучшие мировые технологии. Талдыкурганский завод свинцовых аккумуляторов был легендарным предприятием не только в регионе, но и в стране в целом. Построенным в начале 70-х годов прошлого века он был одним из восьми аккумуляторных заводов на весь Советский Союз. История компании была классическая. На завод возлагали большие надежды при возведении в 1975 году, но также благополучно забыли о нем период советской перестройки. Первые 10 лет основной задачей было выжить и сохранить компанию на рынке. Сотрудники завода работали круглосуточно, чтобы ее не разграбили, не обанкротили и не ликвидировали. При этом в стране бурно развивался сырьевой сектор, куда очень активно заходили иностранные инвесторы. Но аккумуляторному заводу там места не было. Так, с огромным багажом долгов и неликвидностью продукции, Талдыкурганский завод свинцовых аккумуляторов дожил до 1998 года – периода, когда был окончательно определен принцип приватизации. Так началась история нового завода «Кайнар АКБ». Следующим шагом было возвращение потерянных с обретением независимости и появлением национальной валюты основных рынков сбыта. Медленно, но верно шло восстановление разорванных экономических связей. На заводе я работаю более 15 лет. Здесь за это время очень много изменений произошло, и все они в лучшую сторону. Раньше нам работать было сложно, все приходилось делать вручную. Теперь одно удовольствие – работа здесь на самых современных оборудованиях. И это благодаря руководству завода, которое постаралось поднять завод почти из руинов и сделать его самым мощным производителем в Казахстане и узнаваемым за рубежом. Работаю на заводе уже примерно около 19-20 лет. И с тех пор, как я на заводе устроилась работать, здесь очень много произошло изменений. И эти изменения, там и изменения все в лучшую сторону. Когда я устроилась на работу, здесь у нас была ручная работа, и было намного тяжело, чем здесь сейчас мы работаем. В то время мы работали все ручное. У нас мы аккумуляторы получили, и вот таких вот линий, аккумуляторных вот таких линий не было никогда вообще. Мы все почти вручную делали, и эта работа была очень трудная у нас. Затем начался выпуск популярных аккумуляторных батарей нового типа с улучшенным качеством, корпусом и дизайном. Для этого нужно было внедрять новые технологии. Так, в 2002 году Кайнаракаба начал поэтапную модернизацию технического оснащения. Компания провела масштабный анализ существующей производственной техники, изучила работу подобных ей предприятий, посетила производство многих стран мира. Все накопленные на тот момент средства были брошены на переоснащение. Вместе с тем основной упор был сделан и на усовершенствование знаний работников завода. Спустя вот много лет, считаю, 15 лет спустя, сейчас у нас намного улучшилась работа и улучшилось качество аккумулятора АКБ. И производственность этого аккумулятора АКБ мы считаем, что за месяц мы делаем 30-350 тысяч аккумуляторов производим за один месяц. Это у нас, считаю, что за сутки мы делаем 15-12 тысяч аккумуляторов. И это нас очень радует. С повышением производительности аккумулятора у нас повышается наша заработная плата. Мы очень довольны своим заработком, который мы здесь получаем. И вообще я лично сама довольна тем, что я устроилась на этот завод работать. Этот завод нам дает очень много. С тех пор, как я на этот завод устроилась, у нас улучшилось. У нас улучшилось. У самих жизней вообще. В общем. В настоящее время АКБ занимает около 80% местного рынка, тогда как 15 лет назад этот показатель был в 4 раза ниже. Сегодня завод выпускает стартерные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи емкостью от 37 до 230 АЧ в залитом и сухозаряженном исполнении для автомобилей, сельскохозяйственной и военной техники. Это цех сбора аккумуляторов. Здесь работают более 170 человек в три смены. В сутки здесь производится около 13 тысяч аккумуляторов в 70 видов. Они предназначены для легковых и большегрузных автомобилей, сельхозтехники и тепловозов. Продукция Кайна-РАКБ используется практически во всех отраслях народного хозяйства, в нефтегазовом секторе. Для нужд КТЖ освоено производство семафорных и тепловозных аккумуляторов. С 2007 по 2008 год мы провели основную модернизацию нашего оборудования. Оборудование у нас новейшее, самых передовых производств. Италия, Соединенные Штаты Америки, Китай, Канада. То есть мы берем самое лучшее. И соответственно мы приобретаем такое оборудование, которое будет также помимо того, что выпускать продукцию, но и отслеживать и контролировать качество. Вот на данный момент в этом цеху у нас есть такое оборудование, которое проверяет автоматически герметичность аккумуляторов, короткое замыкание, обрыв цепи. Главное преимущество Кайна-РАКБ – это полный цикл производства аккумуляторных батарей. Все составляющие изготавливаются на заводе. От отливки комплектующих до сборки готовых изделий. Это естественным образом влияет на снижение расходов на производство. А значит и цены, по которым предлагается отечественный товар, самые привлекательные на рынке. Что играет далеко не последнюю роль при выборе. При этом качество батареи остается самым высоким. На нашем заводе очень большое внимание уделяется именно качеству продукции, за счет чего мы вышли уже на многие международные рынки. На данный момент наше предприятие с 2013 года уже, кстати, имеет сертификат автомобильной международной промышленности ITF 16949. Мы единственные, кто имеет такой данный сертификат в Республике Казахстан. Каждый год мы подтверждаем этот сертификат, защищаем его. К нам приезжают довольно-таки серьезные аудиты за рубежа. В данный момент до сегодняшнего дня к нам приезжали из Польши представители, которые аудировали нас. Все аудиты мы прошли хорошо. Это не просто сертификат. Это с помощью той системы, которую мы вводим у себя. Она позволяет нам смотреть будущее с оптимизмом, потому что данная система не позволяет нам и помогает нам делать качественную продукцию. По качеству наш аккумулятор сейчас не уступает в СНГ ни одному заводу. С увеличением производства у предприятия появилась возможность расширить географию экспортных поставок. О росте экспорта ориентированности предприятия говорит тот факт, что до 2014 года «Хайнаракабы» продавал не более 1 миллиона батарей, причем почти третьих оставалось в Казахстане. Продукция «Хайнаракабы» поставляется сейчас в 15 стран. Объем экспорта составляет 65%. Аккумуляторы, известные под брендами «Хайнар», «Барс», «Намад» и «Вожак», ежегодно экспортируются в Россию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь, Таджикистан, Афганистан, Армению, Туркменистан, Грузию, Германию, Италию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Одним из наиболее привлекательных рынков для «Хайнара» являются страны Персидского залива и Африканского континента. Кратчайший путь к ним лежит через Объединенные Арабские Эмираты, так как свободные экономические зоны этой страны являются центром торговли данного региона. Для закрепления и дальнейшего освоения рынка Арабских Эмиратов и стран Персидского залива в 2020 году был открыт филиал завода в городе Дубай. Аккумуляторы до 190-х мы выдали в ассортименте все три вида брендов. В настоящее время, думаем, они оценят качество нашей продукции, потому что продукция именно модифицирована и создана для тропического климата. Будет выдерживать все нагрузки в связи с этим. Здесь свыше 4,5 тысяч аккумуляторов с марка сделана в Казахстане. Качественный товар, работающий длительное время при высоких температурах талткурганского производителя, отправлен на новый международный рынок. Расширение рынка сбыта налаживается в рамках сотрудничества двух стран. Во время визита Касымжу Мартукаева в Объединенные Арабские Эмираты, во время визита президента была встреча с предпринимателями, бизнесменами в Арабских Эмиратах, где была договоренность о открытии филиала в городе Дубай. В настоящее время это событие совершилось. Большой интерес представляет и гигантский рынок Поднебесной, но есть некоторые сложности в связи с требованиями к доставке батареи, предъявляемыми китайской стороной. В Кайнаре надеются, что с помощью господдержки вопрос будет решен положительно. Наряду с этим предприятие готово выйти на африканский рынок, который на сегодня осваивается через интернет-пространство. На сегодня единственный крупный производитель аккумуляторов в Казахстане выпускает более 2,5 миллионов батарей. С расширением рынка сбыта увеличится и объем производства, утверждает руководство предприятия, а это создание новых рабочих мест. Сейчас на заводе работают около 1200 человек. Их труд особо ценится на заводе. Для работников здесь все предусмотрено. Питание, развозка, спецодежда в год один раз отдых в санатории. Хорошая заработная плата и финансовая стабильность. Благодаря заводу я подняла своих детей. У нас была возможность отметить даже Новый год в Дубае. 250 человек за счет предприятия съездили на 4 дня в зарубеж. Я очень рада, что когда-то пришла сюда работать. В настоящее время перед предприятием стоит амбициозная задача довести к 2030 году мощности по переработке всего производимого в Казахстане свинца. Это 140 тысяч тонн в год, что позволит выпускать до 10,5 миллиона аккумуляторов ежегодно. Для примера, все российские заводы сегодня в совокупности производят около 7 миллионов штук. Рынок Казахстана составляет порядка миллиона в связи с увеличением количества автомобилей в Казахстане, дорожной техники, стельхозмашин, военной техники. Ну, может быть, миллион 200 тысяч. Мы вот сейчас в прошлом году выпустили миллиард, 2 миллиона 650 тысяч аккумуляторов. Планируем в этом году на 3 миллиона. Получается, что почти 2 миллиона аккумуляторов нам надо экспортировать. Основной рынок экспорта – это российский рынок. Наиболее сложный экспорт – это страны Европы, которые предъявляют очень высокие требования, имея защитные меры евроэзов. Несмотря на это, мы сейчас активно поставляем ежемесячно 2-3 контейнера, поставляем на Италию. Объем может быть небольшой, но сам факт, что итальянцы покупают наши аккумуляторы, и сегодня они готовы принимать больше, кроме того, что мы имеем поступление. Это еще определенная реклама, чего не купишь. Поставляем аккумуляторы на немецкий рынок, в Германию. Мы пытались сами туда пройти, не смогли пройти. Поставляем через посредников, польских продавцов. Рынок самих Эмиратов не такой большой, но это является таким большим рынком, таким, как надо сказать, центром, откуда идет закупка всего запасных частей, в том числе аккумуляторов у нас страны Европы и Азии. И поэтому мы сейчас там открыли филиал, сейчас мы уже часть, немного аккумуляторов продали. Китайский рынок очень сильно защищен. Очень много препонов китайцы, это их государственные политики, не запускать готовую продукцию, а запускать только сырье и материалы. При этом официально ограничение на поставку готовой продукции, и тем более материалы продукции, как аккумулятор, нет. Вот сейчас мы там тоже открыли филиал в Румчи, были на нескольких выставках и планировали начать освоение. И третий раз, два раза мы провалились, два раза вернулись, не смогли там закрепиться. Вот третий раз мы, кажется, подошли туда уже более подготовленные и надеялись, что в этот раз, может, мы закрепимся. Благодаря своей выверенной стратегии поддержки государства, предприятию всего за несколько лет удалось достичь впечатляющих результатов. Выпуск продукции завода вырос в 10 раз, экспорт – 12 раз, а производительность труда – в 25 раз. Добиться таких колоссальных результатов завод смог благодаря накоплению огромного технического, интеллектуального и кадрового потенциала. Высококвалифицированные специалисты, работающие на предприятии, ведут постоянный контроль качества выпускаемой продукции, а также стремятся к усовершенствованию уже имеющихся аккумуляторных батарей. Сегодня это уже семейный бизнес. Куаныш Ажмагамбетов – основатель и учредитель товарищества «Кайнар АКБ» пригласил своих детей, сына и дочь, достойно продолжить начатое им дело. Прежде Куаныш Манеевич дал им возможность получить образование за рубежом, затем полностью изучить производство аккумуляторов и все, что касается этой отрасли. Во-первых, это, конечно же, долг, долг ребенка перед родителями – оказывать помощь, поддержку. Как ни крути, все, что я имею, все, что я когда-либо получила, где-либо я увидела, все знания, все преимущества этого мира подарили мне мама с папой. Они посвятили долгие годы свое здоровье, свою жизнь этому заводу. Непосредственно папа, он с основания этого завода здесь работал, знает каждый уголок, каждый сантиметр этого места, и я считаю, как свой долг помогать им тоже быть частью этого мира. Во-вторых, это же, конечно, большая честь и гордость – быть частью этой компании. Приносить свой вклад – это большая честь для меня, которую надо осуществлять в дело и привносить свой вклад в общее дело. И только после этого он уверенно привлек их к семейному бизнесу, зная, что преемственность поколений будет успешным и в производстве аккумуляторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова